Центру дополнительного образования, как, впрочем, и всем школам в период пандемии пришлось не сладко. Тем не менее, связь с посетителями кружков и секций не была потеряна. Обучение перешло в онлайн-формат. С 18 августа двери ЦДО открылись. К приему новых посетителей педагоги подготовились. И им есть чем удивить. Прийти в этом году к нам стоит, потому что, кроме обычных программ, у нас в этом году начинают работать новые программы. Это по английскому языку у нас появилось сразу несколько педагогов. Кроме этого, у нас будет работать мастер по гончарному делу. Для юных устьюжан будет подготовлено порядка 70 образовательных программ по шести направлениям. Каждый сможет выбрать занятия по нраву и складу ума. Увлекательно будет и гуманитарием, и юным техникам. Кроме того, каждое занятие развивает ребенка и помогает в основной учебе. Белая пешка вынуждена ходить Е4 на Е5. Черная пешка ходит D6 на Е5. Черная пешечка съела белую, черные победили. Выглядит эффектно, особенно для неподготовленного человека. Но научиться может каждый желающий. Очевидно, что кроме тренировки памяти, умение играть в шахматы поможет и в дальнейшей жизни. Шахматы учат играть и планировать не просто игру, а планировать всю свою жизнь. Чтобы выиграть, нужно сделать правильный ход. Чтобы быть успешным в жизни, нужно обязательно учиться и не останавливаться. В наш век высоких технологий ребенка с детства окружает электроника и другие плоды цивилизации. Поэтому важно, чтобы ребенок уже с детства умел разбираться в технологиях. В этом может помочь кружок робототехники. Занятия рассчитаны на ребят любого возраста. Возможностью сконструировать робота своими руками восхищаются даже родители. Еще бы! Еще лет 20 назад о таком приходилось только мечтать. Для старших школьников у нас есть наборы, называются Lego Mindstorm EV3. Здесь уже ребята собирают вот таких более серьезных роботов и программируют этих роботов. Здесь у нас собрана мухоловка. То есть как она действует, как обычный цветок. Когда муха садится на цветок, он закрывается и кушает ее. Сейчас мы это покажем. Съел нашу муху и открывается. Ждет следующую. Если же ваше чадо голосит громче всех, а любимая телепередача – конкурс вокалистов, то ему, несомненно, понравится секция эстрадного вокала. Педагоги Руслана Ричан и Татьяна Рудакова поделятся своим опытом со всеми желающими. Заняти вокалом, оно очень полезно в первую очередь для здоровья детей. Тот, кто занимается вокалом, меньше болеет простудными заболеваниями. Ну и развивает свои творческие способности. Приглашаем всех желающих. Вас ждут не только уроки вокала, но и выступления на концертах и мероприятиях города. И, конечно же, участие в конкурсах, фестивалях. И даже запись песен в профессиональной студии звукозаписи. Рассказывать о направлениях образования, которые ожидают юных устьюжан, можно долго. Легче прийти самому и выбрать занятие по вкусу. Двери открыты для всех желающих. Степан Корижановский, Антон Карев. Телеканал «Русский Север».